Ученые из Великобритании выяснили, что состав рыцарей круглого стола мог быть более многонациональным, чем считалось ранее. Об этом пишет Daileml.к. Такому выводу историки пришли, изучив камень с высеченными на нем надписями и другие артефакты в замке Тентагиль в Корноле, который связывают с легендой о короле Артуре. Точка на камне, который идентифицировали как подоконник замка, были обнаружены надписи возрастом 1300 лет, написанные на латыни и греческом языке, а также христианские символы. Там же были обнаружены турецкие чаши и стеклянные бокалы из Испании, которые относятся к тому же историческому периоду. Все это дает ученым основания полагать, что британцы того времени имели контакты со Средиземноморьем. Легендарный король племени бритов Артур, согласно преданиям, жил в 5-6 веках н.э. Самой известной является легенда о том, как король собрал в своем замке Камилоте рыцарей круглого стола, число которых у разных авторов варьируется от 12 до более чем 1000 человек. Точка замок Тентагиль в Корноле находится на юго-западе Англии и считается местом рождения короля Артура. Там был обнаружен так называемый Камень Артура, который считает единственным реальным подтверждением существования легендарного героя. Артефакт относится к 6 веку. Точка больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся. Субтитры создавал DimaTorzok